Дай почитать Тем не менее, издательство Уважаемая, Ванта, имя художника я так и не выяснила, но заявлено это серией. Внимание, первобытный человек. И продолжение обещано. Пока доступны две книги «Как добывал еду первобытный человек» и «Мной рассмотренная в подробностях, как одевался первобытный человек». Почему все же я решила эту книгу хотя бы просмотреть? Она действительно забавная и неожиданная. Мы привыкли, что такого рода познавательно-справочно-энциклопедические переводные европейские или американские издания. Но примеры в книге заставили меня все же найти имя автора и художника Дуань Джан Тюй И. Кто художник, кто автор, непонятно. Перевод с китайского. Итак, наши дети из этой книги узнают, что наши предки потратили очень много времени на обретение навыков приготовления еды и пошива одежды. Этот путь в ходе человеческой эволюции занял сотни и даже тысячи лет. Но с помощью этой забавной книжечки за несколько часов можно проследить этот путь и понять, как непросто жилось первобытным людям и как им все же удалось стать самым конкурентно способным видом. Итак, вот этапы большого пути главы книги. Прикрываемся листиками, одежда из шкур, научимся шить, энциклопедия плетения, все любят красоту, прическа важна, великолепные древние украшения. Кстати, в каждом разделе есть практические задания для умелых рук, как сделать юбку из травы, как сделать жерелье, руководство по изготовлению украшений. Что меня удивило, оказывается, первоначально шкуру животного пережевывали зубами, чтобы под действием солюны она стала мягкой. Потом научились размягчать жиром. На шкуру наносили костный мозг и жир, затем втирали, а еще стали размягчать дымом. Соединение элементов, комикса, вемельбуха, справочного материала, рекомендаций для поделок, временная шкала и возможность сравнения современной жизни с первобытной делают эту книжку, безусловно, интересной и познавательной. 6+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волково, 6А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!